20 апреля является международным днем донора. Лозунг подобных акций гласит, донор может подарить еще один день рождения, еще одну звездную ночь, еще одно свидание, еще одну минуту смеха и еще один шанс. На станцию переливания крови многие пришли в первый раз. Например, те, кто долго хотел помочь другим, но так и не решался. Также кровь решили сдать студенты Щелковского колледжа и сотрудники ГИБДД. Долгие годы, наверное, думал об этом, собирался, несколько раз прозевал такие акции. Сейчас наконец-то присоединился, очень рад этому. Надеюсь, с доктором пообщался, надеюсь, это будет регулярно происходить. Хорошее дело, наверное, мы все сделали. Проблема актуальна, когда у нас в случае дорожно-транспортных происшествий люди получают ранения различной степени тяжести, получают тяжелые увечья, им необходима помощь. И этой акции мы показываем, что нам небезразличны их здоровье. Мы готовы прийти на помощь. Напомним, что для того, чтобы стать донором, вы должны являться гражданином России. Вам должно быть не меньше 18 лет и весить вы должны не менее 50 килограмм. Ну и самое главное, никаких хронических заболеваний, а также всевозможных инфекций. Высокий уровень гемоглобина – обязательное условие. Его, к слову, вам проверят еще при первичном осмотре, то есть сдаче крови из пальца. Добровольцы сдают цельную кровь, тромбоциты или плазму крови. Как правило, весь процесс занимает от 5 до 15 минут. Донорам выдают справку об освобождении от работы на 2 дня и компенсацию на питание 5% от суммы прожиточного минимума. А вот у тех, кто является почетным донором, особые преимущества. Мало того, что это полезно для здоровья, так как ваша кровь постоянно обновляется, так это еще и выгодно в материальном плане. Почетный донор – это тот человек, который сдал 40 раз кровь или 60 раз плазму. У почетного донора льгот много. Это в первую очередь бесплатный проезд, так как почетный донор России является федеральным льготником, поэтому проезд у него как в Подмосковье, так и в московском регионе – это подземный и наземный вид транспорта. Ежегодные выплаты в этом году она составляла 14 тысяч. При выходе на пенсию – 50% оплаты коммунальных услуг и также услуг связи.